друзья привет это проект география инвестиций мой публичный портфель и мы продолжаем инвестировать вкладывать деньги получать дивиденды получать прибыль иногда получать убытки но они пока что не очень заметно и так в моем портфеле на данный момент триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей в сентябре мне пришло дивиденды от компании нлмк и от компании rus agro больше дивидендов пока никто не выплачивал еще ждем выплату от полиметал и от банка хаттингтона так как закрытие реестр акционеров происходило в сентябре месяце о предстоящих выплатах дивидендов эта компания тот нефть у меня есть как обычные акции тот нефти такие привилегированные закрытие реестра акционеров поток нефти состоится 8 октября выплата 16 с половиной рублей на одну акцию как на привилегированную так и на обычную немножко ранее 6 октября произойдет закрытие реестра акционеров компании в эризон эта коммуникация компания находится в соединенных штатах штатах америки я увеличил ее в портфеле у себя у меня теперь ее 26 штук на 1400 долларов ждем закрытия реестра акционеров и конечно же рост от этой компании к декабрю месяцу в эризон хорошие перспективы они закрывают сделку что им еще больше позволит увеличить качество услуг которые они предоставляют поэтому мы ждем от этой компании несомненно роста и увеличение прибыли что касается банка хатингтона то он никак не может преодолеть мою отметку в 16 долларов за акцию подходит практически вплотную бьется об этот барьер но сделка моя никак не закрывается зато на прошлой неделе компания мерк которую я покупал с целью на семьдесят девять семьдесят восемь закрылась по 75 так как я забыл забыл отключить тейк профит на этой компании ми вуаля акции продались и тот рост который начался после двух дней но там полтора дня прошло после закрытия акция выросла практически на 15 процентов показал в своем максимуме практически восемьдесят с половиной доллара за акцию так что этот рост я пропустил из-за банальной ошибки когда я не отключил тейк про профит и жалко жалко но да ладно без меня так без меня такой рост прошел ну это конечно хорошо но мы будем опять ждать по этой компании цену в семьдесят два семьдесят три доллара за акцию на этих уровнях я готов покупать эту компанию соответственно с целью на 80 очень привлекательно видится компания поле металл поле металл скорректировался достаточно существенно и сейчас уже торгуется на отметке 1218 даже тысячу сто там с копейками он заходил поэтому на этих уровнях если в долгосрок я бы покупал его в свой портфель и держал бы выплаты дивидендов также по компании поле металл закрытия реестр акционеров состоится только в мае 2022 года так что если хотите получать хорошие дивиденды дивиденды в долларах то приобретать данный актив свой портфель и я вижу целесообразно на данных уровнях конечно есть вариант что эта компания сходит еще ниже покажет нам и 900 возможно и меньшую цену но в перспективе если золото начнет расти а ну когда-то начнет действительно расти то эта компания принесет нам хорошую прибыль как и за счет дивидендов так и за счет роста как я уже и говорил в предыдущих своих видео что компания войны ломка я вижу по цене ниже 220 и это это произошло компания торгуется на уровне 212 рублей за одну акцию и сейчас самое самое время пополнить бы счет и докупить бы еще акции но пока ждем наверное числа 8 потому что 8 9 октября я только смогу пополнить свой брокерский счет и докупить акции я рассматриваю как нлмк так и поле металл наверно поделю на пополам и куплю немножко тех немножко тех в декабре закрытие реестр акционеров по моему если я не ошибаюсь числа 25 возможно раньше но пока это информация об этом доступе нет и какие будут дивиденды пока еще мы не знаем русагра со своих максимумов 1260 спустилась опять в диапазон тысячу сто тысячу семьдесят рублей она торгуется я думаю будет рост все равно мы эту компанию держим хоть ее и мало у нас но дивиденды она платит хорошие сожалению не каждый квартал а только раз в полгода так что компания перспективная и я думаю мы ее увидим по более высокой цене как и фос агро доллар у нас все никак не может преодолеть отметку в 73 торгуется в диапазоне семьдесят два с половиной 73 с половиной то есть небольшой канал и мне пока непонятно с чем же эта слабость доллара вызвана возможно это регуляторы обычно это происходит перед налоговыми отчетами компании когда они продают валюту и покупают российские рубли для того чтобы показать свою прибыль но это произошло и доллар по сути остался на том же уровне мы пока не видим его укрепления наоборот мы видим то что российская валюта становится намного крепче доллара сша но посмотрим доллары мы все равно держим перспектива у этой валюты хорошая так что это все равно защитный актив который стоит держать своем портфеле и вообще я думаю еще больше диверсифицировать свой портфель по валютам да то есть на данный момент допустим европейский рынок показывают очень хорошее снижение и на вот этих уровнях можно было закупать его но в данный момент евро в моем портфеле отсутствует поэтому сделки с европейскими бумагами я не произвожу надо об этом подумать и скорее всего я начну покупать евро для того чтобы инвестировать еще и в европейские рынки покупать компании которые торгуются на европейских рынках по статистике которую представляет нам тинькофф инвестиции в сентябре мой портфель торговался с минусом с минусом одну целую три десятых процента октябрь пока небольшой рост и октябрь это получается мой фактический год инвестирования потому что на этом счете я начал инвестировать с ноября месяца и получается что октябрь это последний месяц который закроет мой год инвестиций на тинькофф инвестициях сделаю наверное большой обзор сколько я заработал сколько потерял но потерял я сразу скажу мало я больше всего заработал с тинькофф инвестициях про ближайшие движения на рынках что-то конкретно сказать в данной ситуации невозможно по сути нет ничего такого что заставит рынке уйти в глубокую коррекцию но это на данный момент поверьте что-то найдется обязательно недавно то что произошло на китайском рынке это что происходит на европейском рынке это свидетельствует того что коррекция неизбежно американский рынок пока держится российский рынок пока еще держится и показывает хорошие результаты так что просто в данный момент я бы копил бы кэш копил бы кэш но для этого мне нужно закрыть позиции вот по банку хаттингтону по компании в резон хаттинг он никак не подойдет той отметки за те деньги которые я готов его продать а в резон у меня находится в небольшом минусе и плюс закрытие реестра акционеров которого я жду для получения дивидендов какие-то большие покупки в данный момент бы я на рынке акций не совершал я не покупал бы ничего бы сейчас я был посидел бы взял бы в месяц он бы отдохнул бы и посмотрел бы куда пойдет рынок на больших просадках до покупать имеет смысл но опять же смотреть на то как долго идет просадка допустим если акция спустилась там на 10 процентов его в этот же день купили я был лучше бы подождал бы еще бы дня два-три посмотрел бы куда движение акции пойдет потому что снижение может продолжиться и вот здесь бы я ее и покупал перспективная цена я уже говорил на золото добытчиков полиметалл полюс золото конечно стоит их держать у себя в портфеле покупать и держать металлургии металлургии но здесь по сути уже все это произошло и вот это настроение цен настроение цены которая снижается это все уже заложено в то что металлурги опять подвергаются новым новым налогом со стороны государства не дают им спокойно работать государство хочет больше больше денег поэтому акции металлургов и находятся в таком небольшом подавленном состоянии но на этих уровнях я бы тоже бы закупал бы их и держал бы в долгосрок особенно те компании которые именно платят у нас дивиденды ежеквартально на этом все спасибо что смотрели видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета поделитесь этим видео социальных сетях и до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока